Доброе утро, дорогие телезрители и радиослушатели! В эфире программа «Якутск сегодня» в студии работает Ларина Сухуева за режиссёрским пультом Екатерина Голикова и Николай Слепцов. На календаре сегодня 31 марта, среда, и в нашем выпуске мы поговорим о травматизме. Очень актуальная тема в этот период. И я рада представить вам нашего гостя. Это врач-травматолог-ортопед, руководитель травмоцентра 1-го уровня Республиканской больницы номер 2, Центра экстренной медицинской помощи, главный внештатный травматолог Минздрава нашей республики Анатолий Горохов. И, друзья, не забывайте, что мы всегда для вас работаем только в прямом эфире, так что смело вы можете задавать свои вопросы. Наш телефон в студии прежний – 320066-321166. Также вы можете спрашивать нас по WhatsApp номеру 8-964-428-8818. Доброе утро, Анатолий Николаевич. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о деятельности травмоцентра 1-го уровня. Какие отделения туда входят? Я являюсь руководителем травмоцентра 1-го уровня нашей Республиканской больницы номер 2. Это Центр экстренной медицинской помощи, все знают, наверное. Травмоцентр открылся в 2014 году. Травмоцентры организовывались, вообще сеть травмоцентров по Республике организовывались нашим Минздравом и правительством по программе снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий. И вот по этой программе, федеральной программе, были выделены средства. И в 2014 году открылись два травмоцентра у нас в городе Якутске первого уровня. Это Республиканская больница номер 1. Это по помощи детскому населению в педиатрическом центре и в нашей больнице. Именно для оказания помощи взрослому населению. Травмоцентр, что собой подразумевает? Это несколько отделений, которые непосредственно занимаются оказанием помощи при травме. Все, что связано с оказанием помощи при травме, входит в структуру травмоцентра. То есть туда входит и нейрохирургическое отделение, и лороотделение, и челюстное лицо. То есть все хирургические отделения, которые у нас есть, они относятся к сети, входит в структуру нашего травмоцентра. Но кроме первого уровня по Республике есть еще трехуровневая система. То есть второго уровня у нас есть пять травмоцентров. Они как бы являются межулусными. То есть у них есть определенная группа лусов, которые они поддерживают, оказывают помощь и по крупным нашим городам. То есть второго уровня у нас расположены в Алдане, в Нерингере, в Мирном. Для Вилюйской группы лусов, организованной в Нюрбинском лусе. И для Заречных лусов, организованной в Мегинокангаласском лусе. А третьего уровня, это уже центральные районные больницы относятся, которые располагаются вдоль федеральных трасс наших. Эта программа была, так как в федеральных трассах происходят самые тяжелые транспортные происшествия, программа была построена вдоль этих именно федеральных трасс. Скажите, пожалуйста, а сколько человек к вам обращаются? Ну, ежегодно, наверное, да? Именно по травмам, да? Да. По травмам, если наше травматологическое отделение, например, взять где-то 1800 человек, помощь оказывает. Вообще с травмами у нас обращаются не только в травматологию, но и во все отделения. Самое большое количество у нас оказывает помощь в травматологическом отделении и нейрохирургическом отделении. Другие отделения, туда уже как бы смешанный состав больных получается и по заболеванию, и по травме у них. Якутский погода быстро скачет от снегопадов к потеплению. Сейчас мы это ощущаем вовсю, да? И результат гололед. Что делать, чтобы не упасть на скользкой поверхности? Ну, травма, травматизм, вообще травма, да, такая патология, такое заболевание, да, которое как бы немножко имеет сезонный характер, действительно, как вы правильно сказали. Осенний-весенний период, он увеличивается. Это связано не только с гололедом, можно сказать, ну, множество факторов. Первое, это то, что особенно у нас в республике, это после долгой зимы люди все-таки выходят на улицу. Выходят на улицу, особенно дети наши и возрастные, которые засидели из дома. А в эту пору, в вору пандемии, когда, получается, целый год вообще не выходили из дома, наверное, будет вообще бум походов на улице, да. Один фактор, вот этот фактор. Второй фактор, вы правильно сказали, это гололед, разность температуры, днем тепло, ночью холодно. Из-за этого происходит множество травм. Это и дорожно-транспортные происшествия, и просто бытовые, на улице поскользнулся, зашел, на работу упал, да. Ну, что я бы посоветовал по своему опыту, как часто люди получают травмы при гололеде, да. Чаще всего травма – это такая патология, которая приходит откуда ни ждали. То есть человек должен ждать этого неожиданности, как бы всегда. Всегда должен быть готовый. То есть придерживаться техники безопасности. А в чем заключается техника безопасности? Например, вовремя переобул машину, да, осенью, да. Соблюдать скоростной режим. Если переходишь улицу, то не на 10 метров, чтобы быстрее пересечь дорогу, а все-таки дойти до светофора, по нему перейти, да. Вот такие моменты бывают. Важны вообще при травме, не только при гололеде. То есть у якутов, я всегда люблю вот эту пословицу якутскую. Есть пословица, где говорится, что беда рядом с нами, наша смерть проходит в день 30 раз. То есть мы в день рядом со смертью ходим 30 раз, но мы ее как-то не встречаем. И вот когда-то мы ее встречаем, попадаем в травму. И в этот момент надо как-то постараться его обойти, этот момент. А есть какие-нибудь, ну, с вашей стороны, да, советы? Как правильно, может быть, падать, если вот не удается избежать падения? Ты уже чувствуешь, вот как-то сгруппироваться, что нужно сделать для этого? Ну, вообще, умение падать, как говорится, да, это более профессионально. Вот профессиональные спортсмены, например, умеют лыжники, там, спортсмены умеют уже группироваться. Для обычного человека это, конечно, тяжело, но в гололеде в основные травмы бывают такого характера. Это первое, подвернули ногу, да, подвернули ногу, лодыжки ломаются, часто ломаются лодыжки. И второе у нас, особенно у возрастных, ломается предплечье, то есть лучезапясный сустав. То есть они упираются рукой, получается? Это уже по инстинкту самосохранения, при падении человек выставляет руку. А по идее, наоборот, надо сгруппироваться, собраться, и как учат спортсменов, например, при падении, да, не выставлять руку вперед, а наоборот сгруппироваться, сделать кувырок и типа такого. То есть умение падать, конечно, примерно так, но этому надо научиться. А я вот слышала такое, что вот когда гололед, ни в коем случае нельзя держать руки в карманах. Ну тогда и упадешь, и выставишь руку уже, получается так? Ну, ваша логика, в принципе, правильная, да, что если у вас в карманах, то вы не выставите руку. Ну это, наверное, скорее всего, из-за рода такого рода, что на улице не надо носить наушники, например, да, то есть человек всегда должен быть сгруппированный, подготовленный. Если у тебя руки в карманах, ты не успеешь ухватиться за что-то, например, да, рядом был заборчик, ты мог схватиться с заборчиком, избежать этого падения, а в карманах рука, и ты не смог. Был в наушниках, тебе посигналила машина, ты мог услышать остановиться, а не услышал и попал под машину. Такого рода, наверное, совет детки. Как много поступило пострадавших за последнее время, и как можно понять, что надо ехать в травмпункт? Ну в травмпункте у нас, в наш травмоцентр входит и в травматологический пункт, это второй год уже не, как были переданы в нашу республиканскую больницу, из Якуйской городской больницы, да? Туда обрешений очень много, ежегодно они увеличиваются, это связано с тем, что у нас растет население города, оно и официально растет, и вплоть еще, плюс еще туда входит и неофициальное количество жителей, которые у нас находятся. Поэтому на данный момент травмпункт по городу один, это известный вопрос, который уже в последнее время все время поднимается, что его все-таки не хватает. При таком размере города, имеется статистика, должны быть уже как минимум два травмпункта, если не три. У нас обращаемость где-то в травмпункт 23-24 тысячи ежегодно первичных обращений. Первичные обращения это только если один, одно обращение. А эти люди еще и целый месяц, два месяца, три месяца там лечатся. То есть объем работы у травмпункта очень большой. По поводу, когда надо понять, что надо пойти в травмпункт. Если человек получил травму, у него возникает вопрос, пойти или не пойти, то, скорее всего, надо пойти. Надо пойти. Да, показаться. Потому что травмы бывают такие, что на горячую они особо не беспокоят, а потом начинает и вторичное смещение появляется, отломков, то есть отягощается. Если возник вопрос, то лучше сходить. Если возникли сомнения, то нужно пойти, да, в любом случае получается. А чем опасны травмы, полученные при падении? И вот как, сколько времени уходит на восстановление? Ну, это зависит от... Восстановление, это, конечно, зависит точно от многих факторов. От возраста зависит, какой перелом получили, какого он характера. Ну, у нас самый короткий, самый обычный, типичный перелом, который не сместился, ничего. Он занимает не менее одного месяца больничного листа, чтобы человек вышел на работу. Это самый банальный, если палец сломался, например, и он не сместился, ничего. То есть один месяц жизни, как бы, человек уже ограниченно выпадает. А серьезные травмы, они годами могут длиться. Ага. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, так что вы можете смело звонить нам в студию. Телефон студии прежний, 32011-321-1666. Звоните, задавайте вопросы нашему гостю. Сегодня мы беседуем с врачом-травматологом-ортопедом. Так что смело звоните. Скажите, пожалуйста, как травмоцентр работал во время самоизоляции? Что-то изменилось? Снизился ли травматизм за это время? Травмоцентр... Вообще наша больница, республиканская больница, относится к экстренной больнице. И он работал, в принципе, как говорится, в вопросах приема пациентов, так же, как и работал и до пандемии. То есть закрыты были только плановая часть оказания помощи. Все, что плановое, оно было приостановлено. А экстренное, ну, человек болеет коронавирусом, не болеет коронавирусом, все равно помощь оказывалась. Для этого была организована, проведена большая работа нашей администрации. Открыто специальное отделение, провизорное отделение, инфекционное отделение. Ну, в таком режиме приходилось работать. Доброе утро, дорогие радиослушатели и телезрители. Программа «Якутск сегодня» продолжает свою работу. И продолжается разговор о травматизме с врачом-травматологом-ортопедом, руководителем травмоцентра первого уровня Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи главным внештатным травматологом Минздрава нашей Республики Анатолием Гороховым. Друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Звоните нам в студию, задавайте вопросы. 32-00-66, 32-11-66. Это телефоны в нашей студии. Анатолий Николаевич, вот интересно, да, снизился ли травматизм за время пандемии, за время самоизоляции? Ну, по результатам 2020 года, да, по нашим данным, статистическим данным, травматизм, конечно, снизилось количество обращений. Ну, снизилась она в части легких травм. То есть, этим обусловлено, наверное, это обусловлено, скорее всего, тем, что как бы люди все-таки ограничились, на улицы выходили, это первое. Второе, снизилось количество обращений, наверное. То есть, если человек какую-то легкую травму получал, если раньше сразу бежал в поликлинику, то вы помните, какая ситуация в прошлом году, то он просто боялся пойти в больницу. Лишний раз, да. Да, лишний раз, не заразиться этим связанным. А в части оказанных оперативной помощи, сделанных операций и тяжелых травм, есть только незначительное снижение. Такого серьезного снижения не было. А как вы поступали и поступаете с теми больными, у которых обнаружен COVID-19? Дополнительная защита, вы вообще как работаете с теми? Как я уже говорил, наша больница все-таки стратегическая больница. То есть, она не будет закрываться ни при какой ситуации. То есть, наоборот, будет усиливаться даже при чрезвычайных ситуациях. Поэтому у нас работало в том же режиме, что и раньше, по оказанию экстренной именно медицинской помощи. Если поступали пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию или действительно, который в данный момент болеет коронавирусной инфекцией, и плюс у них имеется либо травма, либо какое-то заболевание острое, которое надо оказать медицинскую помощь. Прямо сейчас и безотлагательный, да? То таким, по-моему, пациентам как раз у нас и оказывали помощь. Поэтому нашим докторам приходилось двое сложнее. Двое сложнее. Потому что, вы представьте, человек делает операцию, сложную операцию, да? Это уже сложно. А ему приходилось полностью одеваться в средства защиты, в которых показывает не то, что оперировать, а даже просто двигаться тяжело. А тут многочасовые операции – это для наших докторов тяжелые моменты. Ну и сейчас продолжается. Все одевается и оказывает помощь, как положено. Все безотлагательные. Ну, врачи – это герои. Ну, а вообще, вот с чем связан чаще всего травматизм? Не говоря вот про эту ситуацию, да, а в целом? В целом травматизм, конечно, это бища, прогресс. То есть, почему, вроде раньше травм было намного меньше. Много техники стало, много строек, высотных домов. То есть, прогресс нам дает и, с одной стороны, и плюсы, а в части травматизма он как бы увеличивает. Плюс у нас очень, все говорят, вот, например, малоподвижный образ жизни стал. Большое распространение остеопороза. Люди ведут малоподвижные образы жизни. То есть, чтобы двигаться так же, как раньше люди двигали, чтобы там какую-то определенную работу сделать, в настоящее время человек должен заниматься спортом, ходить в спортзал. А раньше надо было просто ходить на работу. И у тебя автобуса так не было. И колоть во дворе дрова. Да, и колоть дрова. Вот тебе и физкультура была. В этом сейчас повышение травматизма. А как много поступает к вам с травмами, полученные в дороге, на трассах? И какие чаще всего получают травмы при ДТП? ДТП, так сказать, относится к высококинетическим травмам. Высококинетическое, то есть, это там приложена большая сила. Поэтому, почему не зря же по России была принята эта программа по снижению смертности от ДТП? Вроде в нем страдает не так уж много людей, но они практически большая часть с тяжелыми травмами. И очень большая летальность. То есть, на 10% летальности у нас от ДТП, если 500 человек пострадало, можно сказать, что 50 человек из них скончались. Поэтому тяжелые травмы, оказывать помощь нужно нескольким специалистам, не только одному травматологу, сразу сочетанной травмой. И нейрохирургу, и реанимации – это достаточно тяжелые травмы именно ДТП. Как можно избежать подобных травм? Есть какие-то общие рекомендации, кроме как пристегиваться в машине элементарно, ехать медленнее, я не знаю, что еще можно посоветовать? Ну, вообще, вот при снижении ДТП, с летальности от ДТП, травматизма, ДТП, конечно, роль медики, мы в России имеем роль, конечно, в части оказания медицинской помощи. Но я вот приведу пример, например, как один вид травматизма практически, на мой взгляд, почти исчез. Это было сделано на законодательном уровне. Были очень тяжелые травмы, связанные с мокиками. Это лет 3-4 тому назад, это летом был бищ. Почему? Потому что мокик не был приравнен к транспортному средству. На нем мог кататься и ребенок, и пьяный человек за рулем в магазин поехал, да, и сотрудник госавтоинспекции ничего сказать не мог. Потому что это приравнивалось, как к велосипеду. Потом, и в то время у нас этих травм было очень много, и они были очень тяжелые. Дети падали с мокиков. Потом приняли закон приравнять его к мотоциклу. То есть, если ты садишься в мокик, должны быть каски, у тебя должны быть права. И все, я уже с того момента, я не помню уже, чтобы с мокиком приходили. Действительно. Поэтому самое большое влияние, конечно, вот такие законодательные моменты имеют. А вообще, вы можете вспомнить и рассказать, интересный для вас, как для врача, да, случай из вашей практики? Ну, интересный случай. Работа травматолога, она сама по себе очень интересная, конечно, в том плане, что она экстренная. Никогда как бы не ожидаешь, что сегодня тебя ждет, какой вид работы, да. Наша работа очень тесно связана с санитарной авиацией. Всем врачам, травматологам, да, хирургам, нейрохирургам приходится тесно работать с санитарной авиацией, быть на вылетах. Ну, из случаев таких интересных, вот, наверное, все-таки по счастью о работе с санитарной авиацией, наверное, я скажу. Ну, это был случай, например, в Черопчинском Лусе, год уже не помню, две машины такси столкнулись, там было множество пострадавших, если не ошибаюсь, 14 человек, что ли, практически все тяжело травмированные. Это было глубокой зимой, то ли декабрь, то ли январь месяц, туман, холод, и в этом тумане вертолеты не могли вылететь из-за погодных условий. Санитарной авиацией нам экстренно выдали машины, собрались, и мы бригадой выехали туда. И в результате того, что погоды нет, эвакуировать больных на машинах мы не можем, и в Черопчинский район, там все мобилизовались, все врачи, все собрались, и мы там за одну ночь, уже не помню, практически всех пробиливали. Там очень много операций было оказано, и наутро только солнце открылось, погода открылась, небо, туман пропал, и два вертолета прилетели, и эвакуировали. Вот такие моменты бывают, которые запоминаются. Ну, получается, да, конечно, все крупные аварии, это на вас, да, тут сразу вспоминается крушение самолетов, Тихси, ну и другие крупные аварии, да. Вообще, в чем заключается работа врача, хирурга, травматолога, ну и других хирургов, вот в экстренных ситуациях, быстро надо делать, какое-то хладнокровие иметь, ну как для всех врачей, да. Вот в чем заключается работа именно в таких вот ситуациях? Ну, в экстренную хирургию, травматологию, наверное, случайно не идут люди. Люди идут, которые видят рядом свое будущее, свою профессию. В чем, ну, вы уже практически перечислили, наверное, решительность, наверное, когда, особенно вот любому хирургу, например, в районе, в районе, ну, хирургам бывает вдвойне тяжелее. Им тут сразу рядом никто не подскажет, не поможет, они один на один бывают с отобидой, да, пока не приедет наша помощь, да. То есть они первый удар на себя принимают. И в такие моменты, вот, конечно, решающие моменты, вот именно хладнокровие и умение принять ответственность на себя. На ответственность на себя. То есть сейчас очень много таких стало, к сожалению, не моментов, что врачам приходится потом отвечать за свои действия. Приходится отвечать за свои действия. Почему так не сделала, так не сделала. И это, как бы, связывает руки хирургу. То есть хирург, прежде чем оказывать помощь, в данный момент, ему приходится думать о юридической стороне. То есть если я это сделаю, потом это соответствует ли тому стандарту, этому стандарту. На самом деле это, в принципе, только, ну, образно говоря, мешает в такие моменты. И тут нужно именно решение одного человека, личное его решение. Что для него важнее, жизнь человека или все остальное. Или юридические последствия, да. Вы, конечно же, держите, вот, как внештатный травматолог Минздрава нашей республики, держите крепкую связь со всеми травматологами нашей республики. Вот насколько у нас сильные врачи, ортопеды, травматологи в республике, как вы можете сказать? Ну, у нас в республике около 100 травматологов, вообще специалистов-травматологов. У нас в местах штатных мест около 140. Укомплектованность более 60%. Ну, сеть травматологов раньше стал больше, да. Потому что раньше были времена другие, тревоги другие. То есть хирург, любой хирург мог оказывать травматологическую помощь. Его обязанность тоже входила. Районный хирург, если он получил разрешение, диплом о том, что он хирург, закончил интернатуру, то он смело мог оказывать травматологическую помощь. В данное время травматологическую помощь должны, именно квалифицированную помощь должны оказывать именно врачи-травматологи. Поэтому сеть наша увеличивается. С каждым годом выпускников нашей ординатуры становится все больше и больше. Наша школа тормотологов, наша республика довольно-таки сильная. Мы часто ездим, например, предзапределы. Если сравнить с другими регионами, мы всегда стоим на одной линейке. С самыми центральными районами. Это весь регион. У нас по WhatsApp поступил уже вопрос. Скажите, пожалуйста, если у меня был перелом ноги в 2013 году. Вроде все прошло, начал ходить, но два года назад началась боль в области перелома. Куда и кому обращаться? Последствиями травм или застарелыми травмами надо обращаться к врачу-ортопеду непосредственно. Все травматологи являются как бы травматологами-ортопедами, но есть как бы частное разделение. Есть те, которые более углубленно занимаются травматологией, а есть те, которые более углубленно занимаются ортопедией. Врачи-ортопеды у нас при таких случаях, конечно, проведут исследования. У нас сейчас в городе Якутске, слава богу, во многих поликлиниках уже есть врачи-ортопеды. Можно в поликлинику обратиться, записаться по электронному сайту и попасть на прием. Еще второй вопрос у нас поступил. Если место перелома пухает, синеет, куда нужно обращаться? Перелом руки был еще два года назад. Перелом сам по себе, это не только перелом кости, ломается кость. В этой области, где произошел перелом, происходят травмы и мышц, и сухожилия, и связок, и нервов, и сосудов. Поэтому то, что через два года отекает, опухает, это могут быть последствия переломов в виде нарушения кровоснабжения, например, венозной недостаточности. Конечно же, надо сперва обратиться к врачу-травматологу-ортопеду. Нет ли каких-то причин со стороны перелома. А если там все срослось, никаких последствий от перелома со стороны костей и мышц нет, то уже это надо смотреть в сторону сосудистой хирургии. То есть это может быть венозной недостаточности. То есть сначала нужно обратиться к ортопеду участковому? Да. Еще у нас в WhatsApp вопрос. Как попасть на операцию по коленно-чашечному протезированию? Откуда взять квоту? Ну, это вот вопрос такой подняли довольно-таки серьезный на сегодняшний день. Именно наш травмоцентр занимается, имеет в своем структуре ортопедическое отделение на 30 коек. И в травматологическом отделении тоже имеются ортопедические койки, которые могут оказывать плановую помощь. Несмотря на это, из-за того, что у нас сейчас в данный момент большая распространенность, вот патология артрозов коленного сустава, тазобедренного и других суставов, возникает большая потребность. Большая потребность. Наши травматологи, хотя с каждым годом наращивают количество операций, все равно потребность на данный момент намного выше, чем то, что мы успеваем делать. В частности, получить квоту у нас на данный момент имеется две возможности. Это мы делаем операции здесь, около 300 операций, 250-300 операций в год делается в нашем травмоцентре. Это в основном в ортопедическом отделении и некоторые операции в травматологическом отделении. С этого года подключилась к эндопротезированию у нас клиника, частная клиника, называется клиника профессора. Начинала она как только платно, а с этого года она будет получать часть по ОМС, будет оперировать. То есть, в этом плане мы пытаемся и работаем над тем, как увеличивать объемы наши. Надеюсь, еще у них будет возможность увеличить. И они для этого должны обратиться в поликлинику, пациенты с травмами, в поликлинику, чтобы врачи, травматологи или хирурги, если нет травматологи, они знают порядок, порядок, как организовывается, куда направляется и какие документы должны быть собраны. Согласно этого порядка собираются документы и у меня отправляется в единый центр сопроводения пациентов в Минздрав. И там уже рассматривается, да? Оттуда рассматривается и уже ставится очередь. У нас в студии есть телефонный звонок. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Я с внучкой в 2007 году выжихом лежала в медцентре. Дальше. И ваш вопрос? Сейчас у нее часто болеет. У нее был застрелый выжих. И как? Сейчас у нее часто нога болит. Спасибо за вопрос. Я не очень понял вопрос. Лежал в медцентре, это ребенок лежал, да? Ребенок, да? Ребенок. А вы из какого района, если... С Олегминской, Ситяне. С Олегминской, да? Да. Ну, в Олегминском СРБ у нас в настоящее время имеется врач-травматолог. Достаточно активный, хорошо подготовленный врач-травматолог. Я бы вам посоветовал обратиться к нему для начала. Тем более, что Олегминская больница у нас на данный момент хорошо оснащенная. Там и компьютерный томограф, и рентген установки есть. То есть, практически там можно пройти обследование на уровне нашего медцентра или республиканской больницы. То есть, вам надо будет обратиться в свою центральную и глушную больницу. Анатолий Николаевич, скажите, вот кроме травм, какие плановые операции вы проводите? Ну, плановые операции у нас проводятся по всем отделениям. Но больше всего у нас отдельно для этого имеется отдельное отделение. Это ортопедическое. Оно больше направлено на отдаленные последствия травм и заболевания опорно-двигательной системы. Ну, и большую часть они занимаются, конечно, артрозами, которые я вот говорил. Артрозами, эндопротезированием. Делают они где-то от 250 до 280 эндопротезов в год по ровну колен и тазобедренные суставы. Вот самое распространенное у нас оказание плановой помощи в части ортопедической, травматологической именно в ортопедическом отделении эндопротезирование идет. У нас в студии снова телефонный звонок. Доброе утро, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. У меня 4 года назад перелом позвоночника был. И у меня постоянно сейчас болит спина и грудь у меня почему-то болит. Я вот вас хотела спросить, почему это болит. У вас, наверное, был перелом грудного отдела позвоночника, да? Ага. Компрессионный перелом. Компрессионный перелом. Так, ну это относится к очень тяжелым травмам, которые зачастую имеют отдаленные такие последствия. Особенно при переломе грудного отдела, вот как она говорит, болит грудная клетка, грудина болит. Нарушается вся биомеханика строения скелеток. Ну, вообще, позвоночник же это основа скелета, как фундамент, можно сказать. Таз, позвоночник – это фундамент всего скелета. Все на нем держится, да? Поэтому на самотек такую патологию пускать нельзя, потому как даже спустя годы бывают последствия от таких переломов. То есть, если у вас был перелом, компрессионный перелом позвоночника, вам ежегодно надо все-таки проходить небольшое обследование. Хотя бы консультации, хотя бы рентген снимок. Чтобы говорить, почему это у вас болит, вы должны обратиться к нашему специалисту. Если по вашему месту жительства имеется врач-травматолог к нему, если нет врача-травматолога-хирурга, взять у него направление и прийти на консультацию. То есть, чтобы у вас уже квалифицированно осмотрели, какой перелом был в частности, и какие исследования нужны для выяснения причин, почему у вас болит грудная клетка. Антон Николаевич, хотел такой вопрос задать. Вы уже около 20 лет в медицине, в травматологии. А почему изначально вы выбрали именно это направление? Чем она вас привлекла? Ну, травматология, ну, и вообще экстренная хирургия, травматология привлекает, наверное, своей радикальностью, как говорится, радикальностью. Если есть специальность, например, терапевтические специальности, ну, я лично сам так думал, когда выбрал специальность. То есть, они как бы всю жизнь лечат, лечат больного, но хронические болезни все никак не проходят. То в хирургии, а в травматологии тем более, шел человек здоровый, упал, стал больным, поступил для него большой стресс в жизни. Привезли его и в травматологическое отделение, когда вот врач-травматолог оказывает ему помощь, результат видно на завтра же. То есть, ты свой результат труда получаешь сразу, радикально, конкретно. Вот есть травма, ты что-то сделал, завтра ты получил результат. Вот это меня больше привлекло. У нас поступил еще один вопрос по нашему WhatsApp-номеру. Когда откроется плановый прием в Республиканской больнице 2? Плановый прием в Республиканской больнице номер 2 открылся. Открылся у нас как раз вот с марта месяца. Сейчас уже практически. Но у нас он идет с учетом эпидемической ситуации. То есть, если возникает эпидемическая необходимость, то есть, появляются больные в плановом отделе, да, то есть, среди плановых больных, мы прекращаем на какое-то время, пока на период инкобационного периода заболевания. Но потом снова продолжаем. Сейчас работаешь. Что ж, огромное спасибо за интересную и полезную беседу, Анатолий Николаевич. В студии работала Ларина Сукуева, за режиссерским пультами Екатерина Голикова Николай Слепцов. Я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго.